Итак, у нас начинается второй раунд венеров, и играет краш и Даркени. Даркени покажет в платине, каким-то макаром оказался, не знаю каким. Сдуру, наверное, бывают у него заскоки. Ну ладно, неважно, может быть проиграл там пару отборок, какому-нибудь Чизу или там, не знаю, Зергу. Зергу очень сложно, у Кени еще постоянно с Зергами. Главная беда Кенича, это Зерге были всегда, наверное. Нет, ну в один момент, когда они с Дедом утренировались, Кенич очень неплохо стал играть с Зергами, но потом у него опять стало все фигово. Он заисполнился внизу на 5, и краш заисполнился на 11. Та же карта, тоже ТВЗ, только краш теперь вверху. Ну и соперник другой. Посмотрим, мы знаем, что Кенич любит делать батл Гиллионов в быстрых. Батл Гиллионов в банш, просто разные подпуши, от которых зависит, в принципе, его игра. То есть проканает, не проканает, любит Кенич удачу испытывать. Ну, мы так же знаем, что Кенич не любит делать бункера, ну, там, делает 25. ЦЦ-шик быстрых. Не, ну, он может, конечно, играть, но я давно не видел, чтобы он прям супер, там, фаста ЦР какие-то лепил. Раньше бывало от него такое. Ну, стандартная тема, от Кенича будет рипперы, гиллионы, возможно, банши, возможно, хелбаты, с чем-то там, каким-то сочетанием. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Открашивают 15-я хата, и, скорее всего, так же 15-й пол, 15-й газ, как он отыграл два раза в прошлых играх. Нормальный такой опнинг. И мув имеется, быстрый. Хата ферст ставится, то есть и экономика есть, и мув есть. Очень интересно, что же Кенича на этот раз покажет. Давно я не видел его игры, вот так вот, именно с зергами. Прошлой ВКТ он не смог сыграть, к сожалению. На ладыре игры всё-таки непоказательные, он там играет от балды часто какую-то фигню. Поэтому будет интересно посмотреть вот эту игру, особенно первую. А во что и как будет играть Дарк Кени? Ну, хорошо говоря, как я говорил. Ту же самую тему, это правильно, на мой взгляд. Теперь Риппер, потом пойдёт второй, наверное. Не знаю, 2-3 Риппер будет заказать Кенич, Кенич может вообще одного Риппера заказать. Он всё может сделать, то есть ему пофигу. КСМ-ка выехала на ЦЦ-шку, сразу внизу будет её ставить. Ну, это два Риппера, значит, два Риппера, ЦЦ-шка. И так далее. Фактурка, посмотрим, что будет дальше. Краш почти, почти-то дофига на самом деле. Хотел сказать, собрал на мув, удивился, что так рано, потом понял, что нифига не почти. Ну, это бывает. Неплохая карта, в том плане, что можно Риппера запрыгивать тут и разведывать, если газ сразу. Краш снимает рабов с газа, ровно 100 собрал для мува. Кенич понимает прекрасно, ну и Риппера можно и не терять. Хотя у Кенича такой ритуал есть, он сливает сначала Риппера, чтобы потом выиграть игру. Ну, не всегда прокамывает, но частенько-частенько за эту удачу ему поворачивается лицом. Факта, реактор, реактор был сделан до факты, чтобы сделать двух морпехов, это Кенича на фигня. Один Риппер в атаку не полетел, ждет контр-забегания собак, который Краш пока что не делает. Ну, Риппер будет, конечно, напрягать, но каких-то существенных проблем Крашу не нанесет. Третий Квина в заказе, третий Квина в заказе, второй Риппер пошел в атаку, потому что тут же заказаны морки. Ну, и просто понимая Кенич, прекрасно, что собаки в контратаку, если бы бежали, они бы уже прибежали. Поэтому можно вторым Риппером сюда. Эти третий ЗЦ, вот так вот. Никаких халбаков, никаких банш, мы просто ставим третий ЗЦ. Ну, что ж, хорошо, окей. Я думаю, Крашу только и нужно, чтобы Кенич поставил третий ЗЦ. Для Крашу более опасные вещи, это как раз какие-нибудь халбаты банши. Особенно нежданчик. И Краш не залетает, уверен. Смотрите, шестая минута, не знаю, на 6.30 полетит, не полетит разведывать. Ну, пока что он не летит. Добавляется газ. Третья хата не ставится пока что. Ну, по идее, должна быть разведка, а потом уже ставлю, не ставлю третью хату. Рипперы все еще там чудят, убили собак, убили... Ну, сейчас они, правда, сдохнут за то, что убили собак. Но это все по плану. Я же говорил, у Кенича как бы это... Ритуал такой, хотя бы одного Риппера наслить. Ну, слил всего лишь одного, кстати. В этом плане Кенич действительно молодец. Слил всего лишь одного Риппера. Третья сцена у него достроилась. И гелионы продолжают идти. Тут делаются даже мародеры. Пошел стимпак. Гелионы напрягают третью нычку. Две Кенича хорошо ползут ее защищать. В заказе 18 собак. Ну, понятно, что... Вот это количество войск Краша отобьет. Несмотря на то, что Кенич мог бы пытаться куда-то там заехать. Но он просто пытается убить Квин. Ну, у него это получается. Минус одна Квина. Микрит. Сейчас будет убита вторая Квина. Да, эти гелионы, скорее всего, будут убиты. Естественно. Это плохо для Терена. Потому что сейчас наступает тот момент, когда Зерк может идти в контратапу. С собаками. А вот Терена нифига нет. Потому что одна факта и так далее. Крад довольно таки поздно залетает. Ну, как раз под то, как Кенич добавляет бараки. Понимает, что это био. Увидит третий ЦЦ. Понимает прекрасно, что у Кенича есть. Сожирается там мародер тем временем. Гелионы неплохо Кенича отмикривает. Молодец. Смотрите. Все-таки большое количество игр-то дает о себе знать. Кенич молодец. Раньше хреново микрил. Отдал постоянно гелионов. Что у нас по рабочим? По рабочим 50 на 36. Ну, Кенич часто забывает их просто добавлять. Так что это фигня. 1 на 1 на лингов. Беллингнест. Лэйр. Ну, шпиль. Линги, беллинги. Такая стандартная тема от Зерга. Тут две инженерки. И арсенал сразу же. Овер висит. Все видит. Кенич на него забивает. Думает, ну, ладно, Овер не гадит. И пусть висит. Пусть палит все, что я делаю. Вот, наконец-таки Кенич вспомнил про рабов. Уже 41 у него стал. Гелионы где-то там стоят. Сейчас будут заезжать на третью нычку. Ну, Кенич хочет прям. Хочет, я чувствую. Хочет их отдать. Но Краш никак не забирает. Часть собак забегает на нычку Кеничу. Возможно, убили двух рабов. Одного точно убили. Заезжают Гелионы. И реакция Краша. Ой-ой-ой. Как хорошо Гелионы-то заехали. Смотрите. Гелионы очень хорошо заехали. Краш теряет огромное количество собак. Количество рабов. И Гелионы сдохли. Но они разменялись крайне хорошо. Очень хорошо. В итоге Кенич, смотри, 12 рабов. Крашу в сумме убил. И про БМ52 на 45 уже. И 30-цц у Кенича давно стоит. Еще бы он перелетал бы. Ему как до Винчи на 8-й минуте. Цены бы Кенича не было. 1-1. У Краша сейчас должны пойти сразу же 2-2. Надеюсь, он с этим не будет втыкать. Шпиль, естественно, заложен. Макро-хата. Ну и рабы. Рабы на третью нычку. Прежде всего на газ. Нужны. Полетело 3-цц. Прям Кенич. Кенич не палец 3-м, короче. Оба. Вторая факта для минок. Старпорт. Только-только делается. Еще один в барак. Неплохо. А Краш готовит. Ой, как неудачно это. Смотрите. Краш Морфит Беллингов в очень неудачном месте. В итоге их часть убивают. Часть собак просто убивается. Да. Кенич молодец. Чуйк у него работает. Еще Краш Беллингов Морфит. Но опять же не в удачном месте. Надо отступать назад и морфить где-то уже у базы. Один грейд пока что только на коврой был заказан. Второй грейд на броню не заказан. Краш под... То ли втыкает, то ли просто хотел пропушить пораньше. Именно третью нычку Кенича. Но Кенич не дал. Не знаю, каким-то там пятым-шестым чутьем своим вышел. С хеллбатами и так далее. Странно, что Кенич не делает своих любимых минок. Ну две есть, но это фигня. У Кенича обычно 22 мины. Вот. Краша больше по лимиту. Несмотря на то, что мута только-только пошла. То есть Кенич макрится как-то не очень. Ну, можно посмотреть на его минералы. Тысячу минералов скопил человек. Хотя бараков-то куча. Заказывайся, заказывайся. Даже две факты есть. Плюс еще два барака пошли у Кенича. Молодец. Краш четвертого пока что не ставит. Мутали у него не так много. Заказывается еще куча собак. Второй грейд на броню пошел. Делаются спорки. Всяких антидропов и так далее. Четвертая и седьмая-восьмая газ. Кенич добавляет туретки. Ну, поздновато, конечно, добавляет, наверное. Хотя на мэне и на вторую уже стояли. Поэтому ерунда. 2-2 он так же делает. Делает выход. Без медиваков. Что, с ума сошел? Или там 2 медивака где-то должны лететь. Но все равно это мало. Хотя бы 4-х подождал. Или 2-2 там подождал. В общем, Кенич делает выход. Крашет выход. Палит. Прекрасно. И сейчас будет все зависеть от того, как Краш примет Кенича. Или Кенич отдастся. На линга-беллингах зерга. Цвет. Начинается убиваться крип. Чистится крип. Налом от Краша тем временем. Собаки очень неплохо. Ах, отлично. Как же я люблю эти мины. Какие взрывы, а? Часть взрывов была в свою же армию Кенича. Ну, часть взрывов так хорошо долбанула. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, понятно, что размен в ноль. Для кого он более приятен, я думаю, для Терана. Потому что если бы не мины взять бы... Взрыв очень хорошо окружил армию. Но если бы не мины, он бы ее сожрал настолько бы классно. Ой, как минка взрывалась с медивак свой. Чуть-чуть второй еще не долбанула. Краша немножко больше по лимиту. Заказ не с кому-то лезть. Собаки уже выбегают. Четвертая нычка стоит. Газы тоже добываются. Кенича третья не раскачана до конца. Добавляет он еще бараки. Вместо того, чтобы там четвертый циску, например, поставить. Еще бараки. Сколько же тебе бараков Кенич надо? Парабам 74-57. Боевые лимиты. Даже боевые лимиты уже намного больше у Краша, чем у Кенич. Еще 40 собак в заказе. Кенич пытается выйти с этой стороны. Но Краш контролирует эту территорию собаками. И летит мутой на новую четвертую нычку. Которую Кенич только-только собирался поставить. Минус хата. Ну и у Краш, скорее всего, минус хата. Не успеет на нее защитить. Три минки закапываются. Часть бэйлингов идет. Очень неплохо их сейчас разминировать может. Не так хорошо, как могло бы быть. Ой, какой залп от Мины. Как же Мины выручают Кенича. Он просто, не знаю, лакер в этом плане. Они дико выручают Кенича. То есть Кенич пошел своим отрядиком явно отдаваться. Но вместо того, чтобы явно отдастся, он еще там что-то сделал. Кенич реагирует и тут. Смотри, чинит турецку. Чинит турецку. Пофиг, что там протарето ищем газа в этих муталях. Рабы вычинивают турецку. На пофиг вычинивают. Ну, у Кенича и так мало рабов. Ему всегда они были не нужны. Поэтому фигня. Чуть меньше, чуть больше. Тут армия, естественно, доедается. Кенич не отошел, законтроливался тут. Краш подчистил рабов. Срок 3 на 47. Кенич, как всегда, скопил кучу мулов, чтобы у него были ресурсы. После того, как он отдастся. Ну, я, конечно, утрирую. Ну, не знаю. Зачем этот выход было делать? Ну, понятно, что тебя спалили. Понятно, что у тебя нифига нету армии. Ну, подкопи ты лимиты хотя бы до плюс 20-30 там. Не знаю. И выходи. Это минки просто так разменялись хорошо. А если минки разменялись чуть хуже, Кенич отдался бы тут вообще в хламину. Опять Кенич куда-то идет. Ну, у тебя 110 лимит. У тебя нифига нету армии. Что ты делаешь? Ну, тут... Краш третью армии практически разбирает Терана. Остальное... Если бы, опять же, не мины, армия развалилась бы в хлам. Почему-то минки Кенича лупит все нехорошо. Прям хорошо. Видимо, жертва рипера и гелионов не до конца, но сыграла. То есть, если бы потерял бы всех риперов и всех гелионов, тогда бы минки лупили бы вообще супер. Ну, а так они лупят супер, но не всегда. Ну, понятно, что уже я так... Отвлеченную тему разговариваю, потому что Краш эту игру выиграл. 1-0. К Кенич не старался. Сыграл он неплохо. Я рад. Вот, в каких-то моментах, может быть, не совсем правильно. Ну, просто зачем-то выходил слабыми лимитами, отдавался, отдавался, отдавался. Понимая, что, ну... Узерга-то вполне нормально себя чувствует в этих разменах всегда. Ты не имеешь какого-то там супер преимущества, чтобы постоянно идти отдаваться. Ну, Кенич бьется до последней КСМ. Это делать абсолютно не нужно в данной ситуации, тем более. 30 лимит на 154. Я не знаю, что Кенич тянет, зачем он это делает. Вот. СС-шкой умирает. Умирают морпехи, умирают миди-вайки. Кенич все еще там тянет что-то. Давно надо было писать GG и выходить. И начинаю следующую игру. 1-0, в краш впереди. Были моменты, когда Кенич мог продавить. Были моменты, когда Кенич очень неплохо отмикливал. Были моменты, когда Кенич очень неплохо играл. Ну, вот я не очень понял два момента. Не раскачанная третья, не четвертая куча бараков. То есть, а как ты их будешь прокармливать, когда там на третий 10 рабочих? Мулы? Ну да, мулы. Но четвертый нет. Мейн-то истощился в любом случае. Ну, хрен его знает. Второй момент, кстати, выходы. То есть, первый выход с зооми-диваками еще ладно. Там было много минок. Я просто сразу их не заметил, что там их много уже. Он может себе позволить этот выход сделать. Но остальные выходы какие-то странноватые. Нету дропов совершенно. Очень поздний старпорт, потому что... Не знаю. Третий ЦЦ Кеничу рано делать, мне кажется, не стоит. Лучше бы он играл бы хелбатый банши. Очень неплохо в начале от микрофон. Убил кучу рабочих на третий. Гиллионов, правда, потерял собак. Если бы дальше продолжал бы пушить. Но опять же, если бы ДКБ, фигня все это. Мы имеем 1-0. И 1-0. Ну или 0-1. Смотря на кого смотрю. Смотрите, от Кени 0-1. Ну, Краш, на самом деле, повезло. Сетка, потому что у него с тиранами лучший мачап был, скорее всего, и остается. А вот у Кенича как раз с зергами мачап не очень. Ему нужен толс, ему нужен терм на худой конец с зергами. Хотя, опять же, Кенич сыграл хорошо, я не за него рад. Я уверен, что в 2-ой игре он сыграет еще лучше. По крайней мере, на это надеюсь. Ваниская и Слевицкая станция. Ну, дропать тут, конечно, можно. Пушить хелбата баньшами тоже. Ну, не знаю, зачем выбрал вот Кенич эту карту. Может быть, из-за того, что тут защищать 3 нычки просто. Я не знаю. Посмотрим. Вверху у нас зариспалнился Кенич. Внизу у нас зариспалнился Краш. Пока что подставим от Кенича. Тикс. И продолжаемся. Посмотрим стартовые расклики. Тут Кенич упал как-то духом шли после первой игры. Совсем не кликает. Обычно там хоть сотню, то накликивает. Что ж, будет от Кенича стандартная тема его? Или все-таки он будет играть как-то по-другому? В принципе, на этой карте можно еще в все цены крайняк сыграть. Посмотрим. Ну, что Краш будет играть в 15-ую, а тут 100%. Как будет дальше играть, мы посмотрим тоже. Ага, я понял. Почему-то карту Кенич взял. То есть, Кенич все-таки решил в макро перемакрить взял. Ну, может быть. Не знаю. Мне кажется, опять же, что более разумные и выгодные шансы у Кенича при пушах краш ранних. Ну, то есть, у этих выходов. С хеллбатами, с хеллбатами там айками, с хеллбатами баншами. Не знаю. Просто с гелионом баншами. Тут ферз сц. Ну, окей, ферз сц. Не, все ферз сц вещь хорошая. Очень хорошая. И там в третью можно рано сыграть. Действительно, на 8-минуте ее уже там поставить. Вот. Только зерк все сц может и хорошо пропушить. Даже на этой карте. Ну, по крайней мере, не давать третью занимать тирану очень долго. И самому халявить. То есть, зерк может очень неплохо перехалявить тирану. Овер сейчас все это, в принципе, спалит. Я думаю. Поехала разведка. Ну, стандартная тема. То есть, ццшка. Барак. Разведка. Газ. Газ разведка. Крэш играет в ту же самую тему, что я играл до этого. Интересный номер будет идти дальше смотреть, если там сц или нет сц. Давайте посмотрим. Ну, ну, ну. Да. Крэш спалил оцц. Все знает. Мог бы, в принципе, не заказывать тогда собак. Но собак он заказал до того, как спалил оццшку. Ну, я думаю, ответ краши будет третья хата. Просто раньше. КСМ-ка была потеряна. Овер полетает вверх. Чтоб потом залетать было удобнее смотреть, что дальше происходит. Кенеж клепает морпехов, естественно. Хотя он уже пора факту ставить. Газ позволяет, и минералы позволяют. Не знаю, почему не ставят факту. Ну, ладно. Поставил чуть позже, чем нужно. Наверное, не столь важные принципиально это все. Мув от краша. Третья хата. Будет, не будет, скоро, не скоро. Посмотрим газом. Работ с газом он снял. Я думаю, не будет ничего делать. Какие-то пуши. Беллинг пуши, как некоторые загибы, наверное, сделают. Типа меня, пытаясь наказать за ФСССР. Посмотрим. Пускай всего просто на шестернюю хата поедет, да и все. Инъекции, триквины есть. Почему-то такой на правде не стоит криптумор, например. Чтобы пораньше распространять криптумор и так далее. Краш, конечно, просто чемпион по проникновению собак на мейн противника. Он в третьей игре, в четвертой игре подряд проникает. Это в третьей из четырех. Проник на мейн, опять же. Пытается подъесть рабочих. Ой-ой-ой. Рабы катаются. Майки бегают. Конечно, немножко мува не дождался краш. Если бы дождался мува, было бы вообще все супер. Тут добавляется лаба. И спаркпорт, который краш не увидел лингами из-за того, что не было мува. Хата третья действительно встала. Там на шесть с чем-то. Крипт начал тянуться. Но я думаю, что Старпорт и Баншу спали твер, который иметь на седьмой залетит. Или не будет залетать. Ну, посмотрим. Линги увидели, что там нету третьего ТЦФ. Быстро. Поэтому можно предположить, что там будет как раз вот эта тема. Легко можно предположить. Третью хату два Гелиона бьют. Ну, вот если бы, конечно, немножко раньше бы стал распространять крипт. Чуть-чуть пораньше бы. Но крипт уже до суда дотек. Ну, ладно, не будем там. Мелочи. Хотя крипт не мелочь. В любом случае. Хочет, чтобы наши игроки играли лучше, лучше и лучше. И вот оно. Вот он аксинал. Ну, кенчерс решил сыграть в ту тему с хеллбат и Баншами. Но через серф ТЦФ. И еще третий ТЦФ добавляют. Вот третий ТЦФФ означает то, что если краш отбивает мой пуш. И делает контр-атаку. Я просто сливаю. Ну, а краш залетает овером. И сейчас все просто спалит слегка. Молодец. Не забыл залететь овером. Хотя почему легко? На самом деле кенчерс все правильно делает. Третий ТЦФФ это грамотно. Ой. Оба-на. Добавляется еще барак. Барак. Все правильно. И фрагта полетела на реактор. Краш спалил Баншу. Краш спалил третий ТЦФФФ. Все время тут хелбаты просто окружаются с квинами и собаками. Но это хелбаты. И несмотря на то, что краш отлично все это окружил. Хелбаты все равно творят. Творят бесчинство. Спорка одна. Спорка вторая. Квину нужно контролить. Я думаю краш это сделать. Рабочек спасать тоже нужно. Но кенчерс отдал. Отдал тут хелбатов. Отдав хелбатов по одиночке с Баншами. То есть по очереди. Сначала одну группу. Потом вторую. Потом Баншу. Кенни где-то законтролился видимо. Он можно сказать уже провалил свой пуш. У краша 1-1. У краша сейчас пойдет лейер. Заказаны новые рабы. Почему-то газ не собирает. Немножко не понимаю. Почему. Странно. И даже безрачи и беллингов краша отбил этот под пуш. Не доконтролил кеннич. То ли это Вовера пытался убить и обратил на него слишком большое внимание. То ли нам Мэйни как раз вот заказывал бараки с перелетами со своими. И тоже не обратил внимания. 1-1 нормально заказал. То есть все хорошо. Кстати вот Банша. Смотрите. Залетела и начинает фигарить. И сколько она уже убила. Три раба убила. Смотрите. Три раба. Нужно крашу рабов на газ. Переводить заново. Вторая Банша летит. Там где там заказано третья. Нет. Все таки перелетела уже. Делается реактор под медиваки. Ну это и правильно. Трекция можно перелетать. Просто на пофиг можно взять и перелетать. Почему бы и нет. Спорка почти была убита. У Квены нет на Трансьюз. Две энергии у Квены на Трансьюз не хватило всего лишь. Вот. Ну и до лейра будет... Почему краш-то рут ему не выйдет? Потому что ему нечем смотреть. Один фиг. А на Трансьюз у Квены тоже нет. Потому что он уже Трансьюз сделал. Еще один Трансьюз. Игрейт доделывается. Отлично. Кенниш зачем-то за Квеной полетел. Зачем? Надо было пытаться добить. Ой-ой-ой-ой. Делается Аверсир. Приходят Квены. Банш сейчас будет очень легко отбит. Кенниш, по-моему, деться, перелетел третьим ЦЦ. На этот раз пораньше. Поставил бункер. Есть майки. Полетели мулы. 2-2. От краша заказана по КД буквально. Сразу же молодец. Парабам. 57 на 51. То есть, Парабам и Кенниш все хорошо. 44 ипса в заказе. Банш продолжают летать. Лэйр у нас готов. Шпиль закладывается. Краш не втыкает зданиями. Со зданиями. Молодец. Банш убили крипту. Майки у нас ставят тут же новые. И Краш постепенно распространяет крип. Что у нас про рабочие? 57-54. То есть, у Кенниша все хорошо. Учитывая количество мулов, у Кенниша огромный минеральный инкам. Сейчас будет, смотрите, 2-2, 300-2, 500-2, 1600. Куча бараков. Хороший продакшн. Нужно просто делать мины. Нужно делать медиваки. Нужно не копить продави тысячи ресурсов. Блин, Кенниш. Ну, не копить эти продави тысячи ресурсов. Я 2-2 в уровне заказал. Пошли щиты. Стимпак уже готов. Полетел и дроп. Дабл дроп куда? Через зелнагу. Ты, ты, Кенниш, вообще это... Это тебе не в платине играть. Ну, ты... Это жесть, короче. Не знаю, Краш не среагирует. То есть, отвлекся сюда и этот дроп не заметил просто. Теряется тем временем большая одна. Он должен был заметить этот дроп на зелнаге. Это должен, Краш. Не знаю, Кенниш просто повезло. Молодец, конечно. Не знаю, сколько я с Крашом играл. Не отвлекался на банш так, чтобы не заметить дроп. Понятно, что это слив дропа. Ну, дабл дроп все равно заставил. Там, газ убил. Рабов увезти заставил. Кенниш, ну высаживай ты, Марпехов-то! Ёб-пороса-то! Кенниш, Марпехов не высадил. На этот раз порабочий у него все хорошо. Четвертый ЦЦ, правда, можно было давно добавить. И не копит 3000 минералов. Ну да, Кенни. Вот сейчас как раз вот бараки и пригодятся. Ой-ой-ой, смотри. Четвертый ЦЦ. Куча бункеров, куча минок. То есть, Кенниш решил играть, как играл против меня, когда сливал. То есть, деф с кучей минками, я в атаку не пойду, в атаке осолюсь. Ну, молодец, сиди дальше. Краш не будет атаковать тебя. Я уверен в этом, что краш на эти мины, на кучу этих минок просто не полезет. Неправильно сделает. Единственное, что, конечно, четвертая хата, а краша только-только-только делается. Вот. Окей, 4-й ЦЦ тоже уже почти готово. Пошел дроп еще один. Но этот раз я его крашу, ну, 100% должен спалить. Я не знаю, зачем делать дроп у кулзен через золнагу. Это, ну, места больше, что ли, нет? Краш, естественно, упадет. Так, Кенниш рассказывал, я делаю жертву дроп в одну сторону, поля его, а потом во вторую не поля. Но это тоже глупо. Закапывается куча минок. Одна минка убивает одну собаку. Ну, и краш немножко тут боялся, что минка рванет. Но она уже рванула. И сейчас будет дроп потерян просто с кучей минок и мидивак. Минус. Мидивак минус минки. Очередной слив лимита. Странно. Ну, зачем ты через золна гуляешь? Ну, полети как-нибудь по-другому, не знаю. Сделай одного викинга, убей уверов и летай как хочешь. В чем проблема тебе сделать одного викинга? Дроп летит сюда. Опять три минки. Ну, тут нет даже рабочих. Что-то там будешь убивать. Краш залетает тем временем к Кеничу. Убивает одну туретку. Убивает вторую туретку. Ну, почти убивает. Там рабы вышли ее чинить. Можно убить рабочих. Хотя рабочих сейчас у Кенича действительно много. Это не так страшно будет их терять. Кидает, кстати, на гриды. Очень важная вещь. Третья грид на атаку немножко отсрочилась. Минки закапывают все время на третьей базе. Краша минус рабы. Всего лишь шесть рабочих. Девять. Ну, это не так много, как три минки могли убить всех рабов нафиг. Я контролил Краш все-таки в нескольких местах. Кенич молодец. Получилось так, что вот Краш залетел сюда. Сам себя немножко развел на мультитаск. И Кенич легко дропнул сюда. Хотя я уверен, что медиаба где-нибудь спалился. Крид не очень хорошо тянется. Кенич ставит свою четвертую нычку. Добавил кучу бараков. Пока что они без пристроек. Если там будет переход слонов, например, какой-нибудь. Краш пытался муты дальше летать. Еще партия муты. Пачка такая. Ну и Кенич упалит. И сейчас Краш может ее на муве отдать. Не отдал. Не отдал. Но мута очень сильно прокоцалась. Пытается мута что-либо сделать. Убивает один медивак. Минка убивает аверсира. Мута за это убивает минку. Вся армия Кенича такова, что если он пойдет в атаку, то мне кажется, что Краш эту атаку примет. И начинается выбивание пристроек. Вот оно. Вот для чего мута очень важна и нужна. Просто начинается убивание реакторов. То есть на одном бараке, на втором бараке, на старт партии. И мута улетает. Мута улетает. А Кенич идет в атаку. Кенич идет в атаку. Краш готов полностью. Кенич заходит на крит. Минки не закопаны. Это... Одна минка. Одна минка закопана и убила половину бэльнингов. Краш без лингов напав, убил половину практически армии Кенича. Ну не половину, треть. Третья армия Кенича. Ну сейчас Краш напал, мне кажется, не очень грамотно. Потому что часть бэльнингов у него сзади. Еще морфится только-только. Причем огромная часть. Большая часть бэльнингов тем, что оставались, уже была убита на этой минке. Вот на этой минке 9. И на этой 7. Ну, понятное дело, что Краш тут отобьется. То есть, это выход Кенича ничего так особо ему не принес. Размен в ноль. Может быть, даже не в ноль, а в плюс Крашу. Честно говоря. Причем в хороший плюс. Опять же, если бы эти две мины не долбанули бэльнингов. Ух. Кенич так фигово напал. Так фигово напал. На муви теперь Краш отдается. Ну не то, что на муви. Просто не успел закопать бэльнингов и так далее. Ну и Кенич сам себя зажал. Смотрите, просто сам себя зажал. Бэльнинга отлично отмикривает Краш. Убивает 4-ю ТЦ. Начинает дотекание собак. И Кенич сам себя поймал. То есть, он сделал тут оборону. Но Краш, естественно, на нее не дурак же. Он не платинка, как я. Не полез. Правильно, абсолютно. Ну и потом Кенич принял. Принял спокойно. Кенич опять где-то отлегся. Не до микро, не до контроля. И сделал контратаку. Убил 4-ю ТЦ. Лимит почти Х2. И у Кенича все очень и очень хреново. Он, конечно, может попытаться затерпеть. Но я думаю, это будет сделать у него крайне сложно. Несмотря на его 3-3. И несмотря на то, что Кенич говорит 3-3, тирана неубиваемая. Но я думаю, не в этом случае. Кенич, учитывая то, что кончился мейн, кончилась вторая практически. По инкаму, по инкаму-то утеряно все фигово даже с мулами. Краш Морфит Беллингов. Кенич, естественно, отклепывается. То, что он скопил в плане минералов. То, что приносит ему мячка. Две пристройки выбил. Эта пристройка только-только восстанавливается. Кеничу было абсолютно не до этого. Тут очередной дроп с минами ловится. Группы на этой карте. Можно, конечно, дропить. Но на этой карте очень сложно их дропать не палясь. Играж готовит атаку. Имея сейчас преимущество, он готовит атаку. Ой, смотрите, едут рабочие. А там минки закопаны, рабочие едут. Ой, ну давай-давай, отличный взрыв. Отличный взрыв минками. Идут еще Беллинги, они просто сминают мины. Ой, какой взрыв! Вот это, блин, мины. Увидели, какой это был взрыв? Не знаю, мины, наверное, 23-24 юнита убило. Еще мины от Краша. От Краша мины тоже хорошо. Играют. Кенич почему-то, я не знаю, не просветил, не посмотрел. Тут есть 4 бункера. Много лимита было в этих бункерах еще у Кенича. Ну, не знаю. Ты же не мех играешь, чтобы планетархими отстраиваться бункерами. Ну, сиди на своих трех. Четвертую тебе не дадут занять. Краш занимает золотом. Может занять еще тут нычку. Ну, не даст тут тебе занять четвертую нычку. Не даст. Сейчас просто будут даморфлены Беллинги. Им не надо собак отдавать на муе. Убиваются медиваки. Мута Краша просто уже с маяками сражается. Приходят еще Беллинги. Ну и все. Лимита теперь действительно X2. Кенич пытается там нычку поставить. Но это все разводы для слабых. На этой карте вот такую нычку поставить на пофиг. Не знаю, почему Краша-то овером не гадил. К этому я ввесел всю игру. Как-то совсем странно. Странно. Жалко Кенича. Мух он неплохо начал. Ну вот эти отдачи постоянные. Не знаю. У него хоть в атаку вообще Кенича не идти. То есть Кенича нужно играть в мех. Причем отбранительный чистый. И играет по два часа. Вот это его стиль. Должен быть. Потому что его атаки постоянно... Ну он постоянно отдается. Постоянно отдается вот так. Идут сюда морпехи. Ну сами все видите по лимиту. Это уже так. Другой тиран бы давно написал джи-джи. Но Кенич борется до конца. Хорошая полезная вещь. Убивается ццшка. Тут Краш просто на пофиг забирает. Понимаешь, что у него огромное преимущество. Вот Кенич продолжает сидеть на трех. Имеет 50 лимита. На одной, можно так сказать. Потому что все остальные кончились. Краш с моей нарабов. То есть с этой... Со второй он базы мог бы и перевести уже давно. Он продолжает убивать пристройки. Сам никуда не спешит наламливаться. Забегая с той стороны, с которой можно это делать. Просто Старпорт сейчас выбил. Он догорит. Бамс, минус. Ну и сейчас уже, уже наверное, минут пять назад было абсолютно ясно, кто выиграл. Другой пять уже больше. После того, как Кенич вот тут отдался. И в контратаке им четвертые выбили. Уже было понятно, кто выиграет эту игру. Муту Краш мог немножко отдать, если бы не среагировал. Но Кенич какого-то там с одним медилаком и маяками бежит в атаку. Спорный момент опять же. Хотя что ему еще делать? Пытаться занять четвертую. Не дают. В атаку идти сливаться. Почему сливаться? Если хорошо раскрыть, можно немножко побиться. Может быть Кенич думает, что там у Краша вдруг там тоже 100-120 лимита, например. То есть по боевому лимиту может быть не так все плохо. Может быть я там еще что-то могу сделать. Ну и без крипа, если так по частям Краш будет отдаваться, Кенич действительно может подумать, что он может что-то еще сделать. Но на самом деле мы прекрасно видим, что... Что ж, в этой игре все ясно. Тут 4-е спорки, маяки очень сильно пристимпачены. И хоть они 3-3, хоть они не 3-3, они теряются. Прилетает муталиски и этих стимпаченых маяков и щелкивают очень быстро. Тем временем там был убитый рабы, которые занимались майнинг таймом. Ну и Краш выигрывает 2-0. Не так сказать, что уверенно. То есть ну прям совсем легко. Кенич молодец, старался. Ну что-то вот не хватает. К сожалению, у Кенич что-то не хватает с зергами. Надеюсь, лузера Кенич выступит лучше, но он хорошо. Личный соплей блок 14 секунд. Все-таки вот видно, видно. А видно, что Краш за эту неделю стал играть лучше. Поднабрал форму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...